В общественной палате Щелково состоялась встреча с представителями ветеранских организаций, до которой обсудили изменения в федеральном и областном законодательстве на предоставление мер социальной поддержки гражданам льготных категорий. В обсуждении приняли участие депутаты, сотрудники администрации городского округа, специалисты окружного управления Министерства социального развития региона. Заместитель начальника окружного управления социального развития Жанна Пеняева рассказала активу ветеранских организаций об основных изменениях в законодательстве и в практике работы социальных органов власти. Она обратила внимание наших пенсионеров на необходимость учитывать изменения, которые произошли в системе работы государственных органов, нацеленных на проактивную форму деятельности, что подразумевает собой развитие электронного и мобильного документа оборота, увеличение госуслуг, предоставляемых в электронной форме и развитие национальной инфраструктуры пространственных данных. На сегодняшний день, в век цифровизации, практически все услуги, которые оказывает окружное управление социального развития, переведены в электронный вид. Это означает, что гражданин, не выходя из дома, может подать заявление на ту или иную меру социальной поддержки. То есть это очень удобно. Есть меры, которые назначаются проактивно. То есть в личный кабинет гражданину приходит предзаполненное заявление, когда гражданин приобретает какую-то меру социальной поддержки. И гражданину необходимо сделать отметку напротив той меры социальной поддержки, которой она ему положена. То есть для удобства граждан, для того, чтобы не надо было ходить по инстанциям, чтобы не надо носить документы, собирать справки. Теперь все это делается в электронном виде через личный кабинет получателя социальных услуг. На встрече депутат Московской областной думы Николай Черкасов рассказал о законодательной работе регионального парламента, нацеленной на развитие системы социальной помощи населению, а также вручил членам общественной палаты благодарности за волонтерскую работу. Эти встречи очень необходимы. Действительно, наше общество очень нуждается в этом, потому что быстро все меняется, и не очень успевают наши бабушки, дедушки, старшие поколения вникнуть в это. Поэтому мы собрали такое большое обширное мероприятие, на котором можно будет позадавать вопросы. Ну а в целом мы им подготовили в письменном виде, и которые потом получим и разошлем каждому. Что нужно отметить звучало, это, конечно, состояние нашей инженерной инфраструктуры. Это и жилье, система жилищно-коммунального хозяйства, это наши дороги, транспортное обслуживание населения. Всегда эти вопросы являются самыми острыми. Ну и, конечно, здравоохранение. С одной стороны, сделано много во всех направлениях, с другой стороны, вопросы остаются, тем более, что растет численность населения Подмосковья, она увеличилась за эти годы на 2 миллиона человек, и ежегодно увеличивается на 100 тысяч. Нагрузка растет, и, конечно, нам хотелось бы, чтобы и мы, и наши дети жили достойно.